Практическая психология Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии практикующий семейный психолог Надежда Бушмелева. И сегодня у нас очень интересная тема. Ответственные дети взрослых родителей. Эту тему раскрыть я пригласила практического психолога Елену Емельянову. Лена, здравствуйте. Здравствуйте. Вам эта тема, тема геронтологии, психологических, физических и социальных изменений, она близка? Да, я занимаюсь и этой темой тоже. Отлично. Ну, значит, тогда как можно больше информации нам отдайте. И если какие-то практические есть моменты, то тоже будем вам очень благодарны. Самый первый вопрос. Что у нас считается вообще геронтологией? И каких людей мы относим как раз вот к этому возрасту? Да, ну вы правильно сказали, что это все-таки о возрасте. Мы будем говорить о возрасте. Если мы посмотрим данные ВОЗ, то это примерно. Возрастные особенности начинается у нас с 45-64 года. Это период у нас зрелости получается. 65-74 года – это у нас период пожилых людей. И 75-90 лет – это у нас период старости. И далее у нас идет уже долголетие. Вот так. Ну, дай бог, чтобы каждому из нас добраться до долголетия. Кто-то говорит, старость – не радость. Пришли, например, писал. Неважно, прошло у меня детство, отрешествие, юность и вся молодость. Все суета. Но старость меня радует. Вот, конечно же, это здорово, когда именно таким образом мы воспринимаем этот этап жизни. Но мы четко понимаем, что все мы пока дети, когда у нас живы родители. Но у родителей с возрастом происходят изменения. Изменения на физическом уровне и на психологическом. Вот, раскройте нам вот эти аспекты. Вы сейчас процитировали известного писателя. Вы заметите, что это был думающий человек. И я бы хотела обратить внимание именно на когнитивную сферу, то есть на мыслительную сферу. Конечно, у пожилого человека с периодом времени начинает страдать вот именно память, мышление. Почему? Дело в том, что у нас есть три вида памяти. Первая – иедическая. Она длится несколько секунд. Пока человек говорит, все понятно. Только что мы закрыли тему. А что это было? Ничего не ясно. Например, пожилой человек спрашивает, ты что мне говорила? Сходить в магазин? А что купить? Ой, я уже забыл. Поэтому ему нужно напоминать записывать. Кратковременная память у нас длится несколько часов. Она формируется в гиппокампе, то есть в таком структуре мозга. И для того, чтобы ее перевести в долговременную, она, грубо говоря, должна физически перейти в лобные доли. То есть на это примерно уходит, ну, скажем так, если вы повторите материал 30 минут, затем через 2 часа, затем через 8 часов. То есть здесь нужно потрудиться. Так вот, у пожилого человека страдает кратковременная память. И это проблема адаптации. К возрасту, да? Да, они начинают страдать. Ой, а что-то забыла. Ой, а где мои очки? А ну надо же, оставила, как говорят, на голове. Так смешно говорят. Да, спохватились. Ой, а где таблетки? Оказывается, положила под подушку. Забыла. Ой, а надо же, нашла тонометр в кровати, а думала, что украла соседка. Начинает предъявлять жалобы на пропажу денег. Ну, почему-то, например, пропало тысяча рублей, а в кармане почему-то оказалась сдача. Кто-то положил. Ну, надо же, какие честные воришки оказались. И вот такие вот курьезы встречаются, конечно, постоянно с пожилыми людьми и с людьми в старческом возрасте, если они не тренируют свою когнитивную сферу. Поэтому важно, очень важно читать художественную литературу. Например, от 100 до 150 страниц в день обязательно. И начинать это нужно с молодого возраста, со школьной скамьи. Понимаете? Потому что сейчас, например, начни, попробуй заставить читать бабушку. Она скажет, да у меня и глаза-то слабы, чтобы что-то тебе прочитать. Миллион причин. Ведь дальше еще формируется инфантилизм, то есть и лень включается, а не хочу делать, а зачем мне это надо. Это не хочется. И миллион причин, чтобы себя отговорить. Неинтересна литература. Сейчас современных авторов не понимают. Мелко написано. Конечно. Конечно. Я правильно вас поняла, да, Елена, что нам вообще к старости надо готовиться с молодости? Совершенно верно. Чуть не сказала так точно. Совершенно верно. Итак, значит, мы услышали, что с вниманием, с памятью становится все сложнее и сложнее, да? Да-да. Но есть профилактика. Вот, пожалуйста, чтение. Дальше что еще может помочь нам сохранить на хорошем уровне эти качества? Активность, да? Конечно, обязательно занятие физкультурой. Ведь не обязательно нужно заниматься спортом. Это большие физические нагрузки. Но занятие физкультурой, какие-то элементарные упражнения, которые можно даже посмотреть по телевидению, можно посмотреть в интернете, в журналах. Очень простые упражнения можно себе позволить. Прогулки пешеходные. Если кто-то боится, допустим, чтобы подскользнуться, возьмите палочку, подстрахуйтесь. Сейчас очень модно ходить с лыжными палками, заниматься скандинавской ходьбой. Я, правда, себя так и представляю, старушка такой с палками. Здорово, что у вас есть какое-то поле будущего видения, да? А потому что у пожилых людей зачастую нет поля будущего, и чем мы с вами занимаемся, простраиваем его. У которых уже все, которые не видят и никаких надежд нет. Конечно, в этом возрасте идет снижение доходов, потому что человек вышел на пенсию, и ему не хватает денежек на фитнес-клуб. И если вы заметили, в основном, конечно, эти фитнес-клубы ориентированы на молодых людей. Вот у нас нет такой пропаганды здорового образа жизни для пожилых людей. А что им делать? Ведь они все-таки еще социально активны, они еще при уме, как говорится. И для того, чтобы сохранить вот эту их жизнестойкость, жизнерадостность, у нас сейчас в городе действует такая услуга. При институтах есть центры дополнительного образования, да? При институтах институт третьего возраста. Да, она слышала, очень интересная, по-моему, пользуется популярностью. Да, то есть пожилой человек может прийти и бесплатно обучиться ландшафтному дизайну. То, о чем мы читали, может, всю активную жизнь, но никак не доходили руки, да? Да, это же опять, пожалуйста, работа на огороде, что-то можно придумать, даже бюджетные варианты, что-то посадить, по-другому перекопать, грядки как-то дизайнерские. Что-то изменить в своей жизни, да? Потрясающе. Да, это очень удобно. Курсы компьютерные. Потому что нужно со временем шагать, да? Я знаю такую историю, когда женщины уже в возрасте, которые говорят, да что вы, что вы, какой компьютер, я даже боюсь к нему подходить. Но внучка вынудила бабушку зарегистрировать электронный адрес, потому что уехала сама и говорит, я тебе буду писать письма ежедневно. Ты должна будешь мне читать, и потом будешь отвечать на эти письма. И бабушка очень благодарна была внучке за вот такое развитие. Это здорово, потому что, пожалуйста, вы говорите о преемственности поколений, то есть о взаимодействии, об общении, и пожилые люди себя не чувствуют одинокими, потому что у них есть внуки, которые с ними так занимаются. И вот эти внуки, которые так много времени уделяют своим бабушкам и дедушкам, они затем вырастают хорошими людьми. Да, что немаловажно для нашего социума. Потому что они могут их принять, потому что они могут встать в позицию стороннего наблюдателя. То есть чувство сопереживания, у них формируется вот это важное чувство сопереживания на примере взаимодействия с пожилыми людьми. Какие еще особенности с возрастом мы можем отметить? То есть что еще, кроме внимания, памяти, кроме... Конечно, да. Человек не может себе позволить, например, перевести новую одежду. Или он худеет, или он полнеет, в зависимости от того, как работает его гормональная система. Мы сейчас говорим про социальный аспект, да? Мы говорим вместе сейчас и биологический, и социальный, но в большей степени про социальный аспект. То есть хочется как-то принарядиться. Женщины любят там и губки подкрасить, но надо купить помаду. Меняется кожа, надо изменить какой-то уже стиль. То есть большое внимание хочется уделить внешности. Но где вот у нас эта ниша, которая работает на пожилого человека? Вот эта одежда, также макияж, плечевский, огнет. А чаще всего они так рассуждают. Да, а что вы там? Да, я вот это платьишко вот это сшила себе, я его сейчас до старости буду донашивать, да? Может быть, они не знают, что это можно как-то осуществить. Просто, наверное, это нужно делать как-то под, скажем там, другим соусом. Всё преподносить, и чтобы это было доступно. Да, вот тут, наверное, ещё включается как раз наша роль, как уже взрослых родителей, ой, детей, да? То есть мы должны всячески помогать и говорить, что ни в коем случае не будем на этом останавливаться. Важно же себе понравиться в зеркале, особенно когда дама или даже мужчина смотрит на себя в зеркало, ой, кто это? То есть он уже начинает пугаться. И поэтому важен, конечно, такой аспект, как внешность. Если в семье дети, такие уже взрослые дети, дарят какой-то комплект крема или предлагают сходить родителям на массаж, на маникюр. Я знаю такие пары, которые вот дети выпрыгнули из гнезда, пожилая пара осталась, они ходят на маникюр, на педикюр, они могут себе это позволить в кино, пожалуйста, на концерт, наша филармония, 200-300 рублей. Прекрасно, полная заполняемость зала. Оказаться в такой атмосфере, посмотреть танцы, с музыкой, с искусством, нарядиться опять же, сходить в музей. Все это продлевает нашу жизнь, улучшает качество этой жизни. Да, да. Главное ведь что еще? Настроение. У всех понятно, что с годами копятся болячки, болезни копятся, но хорошее настроение как бы придает бодрость духа. Следующие какие факторы есть? Это биологические. Безусловно, что страдает и гормональная система, скажем, таким ненаучным языком, ненаучным вымываются гормоны. То есть мужчины становятся более сентиментальными, женщины более жестче становятся, командовать начинают. Смена ролей происходит. И все это из-за того, что наши эмоции контролируют гормоны. Конечно, конечно, да. И вот мы уже из белой пушистой бабушки видим, что она может уже сказать какое-то горячее слово, где-то тебе уже... Крепкое словцо. Да, крепкое словцо. Где-то тебе уже может указать место. А дед, который всегда был, наоборот, такой, эх, казак, теперь уже все чаще отмалчивается, потупляет взгляд. Да, может быть, по-разному. Поэтому почему это происходит? Конечно, виной является стресс. Стресс – это неотъемлемая часть жизни любого человека. Без него жить нельзя. Итак, если чуть-чуть каратенечко, чтобы понять, как это работает и что происходит с нашими внутренними органами. Расскажите нам, это очень интересно. Стресс был открыт Гансом Селье. Это французский ученый, врач. В 1936 году он за свое открытие получил Нобелевскую премию. Значит, в первую очередь на стрессоген реагирует у нас какая система? Адреналиновая. То есть адреналин мгновенно выбрасывается в кровь, сужаются сосуды, и кровь начинает быстрее течь, циркулировать по нашим сосудам, и происходит быстрее обмен веществ. Стресс – это не специфическая реакция организма на любое предъявляемое ему требование. Почему не специфическое? Потому что у нас нет специального органа, у нас вся система, весь организм задействован на отработку этого стресса. Дальше. Адреналиновая система закончила свою работу, она эффективна. Это как, знаете, так как войска, пограничные войска. Для нас напали, надо срочно активизироваться. Да, они сообщили в штаб. Далее. Нам нужно придать уверенность, силы, иными словами, энергии. Энергичность – это работа гормона щитовидной железы. То есть, видите, уже новая железа напряглась. Следующий момент. Мозг питается углеводами. Где их взять? Где их взять? Наш умный организм, что предусмотрел? Печень выбрасывает в кровь гликоген. Гликоген, расщепляясь, выделяет глюкозу. Вот эта глюкоза питает наш мозг. Мы начинаем активно думать и соображать, как выйти из стрессовой ситуации. А что делать, если с избытком сахара в крови? Тогда бета-клетки островков Лангенгарса поджелудочной железы начинают активно вырабатывать инсулин, который как раз нейтрализует и, иными словами, гасит этот сахар. То есть, посмотрите, уже другая железа напряглась. Далее. А внутренние органы, которые отрабатывают вот этот стресс, они уже начинают уставать, да, скажем так. Сколько можно? Сколько можно? Но стресс-то не ушёл, стресс-фактор не ушёл. Поэтому кровь от конечностей приливает к этим внутренним органам, их согревает, питает их, то есть жертвует собой. Мышцы жертвуют собой для того, чтобы напитать эти органы, придать им силы для того, чтобы они работали, пахали, чтобы для того. И так 70 лет. Вот так 100 лет, да. И вот кровь отлила от конечностей, и поэтому во время стресса иногда ощущение ватности ног, упадок сил, это ощущает любой человек, и пожилой, и молодой. Постояние усталости. Да, вот. Кровь отливает также и от желудка, потому что там много энергии затрачивается, иногда пересыхает во рту. И, кстати говоря, вот на работе говорят, вот чаи распивают, вот пошли чаи гонять. А что это такое? Людей стресс, они пошли вот эту всю информацию переваривать, укладывать по полочкам, поэтому надо запить. Хотя бы за чаем, да? Да, потому что даже иногда мало слюны вырабатывается, надо как-то сврачить свой этот аппарат. Да, не плечевой. Поэтому вот такие дела. Что делать дальше? Мышцы у нас как-то ослабели. Ну как себя поддержать-то? Опять же, наша любимая печень выбрасывает в кровь уже другой холестерин, который согревает мышцы, придаёт сил организму. Вот сколько органов у нас задействованы на отработку этого стресса. И дальше там уже другая сфера. Жизнестойкость поддерживает у нас ещё и половая функция, которая в жёстких стрессах, она просто отключает. Во время экстремальных ситуаций, боевых действий и так далее. И в итоге получается, что мы-то, в принципе, живём в стрессогенном таком мире, да? Организм изнашивается, да. И поэтому вот клетку, если взять по микробиологии, клетка вырабатывает специальный белок, который отстаивает вот эти границы, рубежи вот каждой клетки. Но ведь он затрачивает её ресурсы. И получается, что если клетке положено по природе делиться столько раз, а она уже израсходовала во время стресса свои запасы, то никакие экзогенные, то есть внешние силы её не воскресят. Поэтому главное, чтобы стресс не был слишком сильным. Не был слишком сильным. Жизнь невозможна без стрессов. Но нужно, если произошло какое-то такое событие, нужно отдохнуть. Быть более экологичным к себе, да? Ну да, можно так сказать. Поэтому вот возникают такие следующие уже факторы психологические. То есть мы видим, как изнашивается организм благодаря стрессу. Даже на клеточном уровне вы так увлекательно сейчас рассказали. Да, мне это всё нравится, это изучать этот предмет. Да, дело в том, что мы, естественно, коснулись, прикоснулись только к этой теме. Следующие моменты – это, конечно, психологические особенности. И наступает кризис вот этого возраста, когда он раньше, человек, был на коне, как вы говорите, казаком, шашкой махал. Я могу, я. А потом, ой, что-то как-то, что-то, ой, ключи забыл в дверях. Отключил я утюг. Утюг не выключил. А что это такое? Уехал в Москву, дверь открыта, звонят соседи. Да, ну, я реально случай рассказываю. Вот, поэтому возникает такая пропасть у человека. А я не беспомощности возникает даже, да? Он себя не может признать, он себя не уважает, он не может себя простить за вот эти вот вещи. Опять же, добавляю, что здесь проблема с кратковременной памятью. И, то есть, он не адаптирован. Главная проблема пожилых людей и людей в возрасте старости – это нарушенная адаптация. Проблема адаптация. А теперь, вот смотрите, сейчас у нас идет век просто бешеной адаптации. То есть, мы должны очень быстро приспосабливаться к быстро меняющимся экономическим условиям, политическим условиям. Поэтому у нас очень много в отделениях неврозов лежат, на всех остальных отделениях. Да, и это еще, мы не считаем алкоголизированных граждан, потому что некоторые просто не хотят идти к врачам, что-то рассказывать о себе, просто стакан на грудь, 100 граммов и все. Да, зачем психолог, да, если можно выпить водки, да? И вот такая же проблема у пожилых граждан. Алкоголизация у них, она наступает, может быть, даже быстрее. И здесь проблема еще в сниженной критике. Когда вот, допустим, на консультации мы проводим беседу, ну, мужчина, вы там пили? Нет, не пил. Ну, простите, от вас идет запах. Ну, меня же угостили. То есть, если вас угостили, то вы считаете, что вы не пили. А сколько вы выпили? Да, например, бутылку на двоих. То есть, вы считаете, что вы не пили? Это, конечно. Лена, скажи, пожалуйста, а вот как правильно помочь пожилым людям адаптироваться? Что для этого мы, как дети вот этих взрослых родителей, можем сделать? Хорошо, да, спасибо за вопрос. Дело в том, что здесь основная проблема – это конфликты. Как они могут проявляться? Например, вы встаете утром на работу, пожилой человек тоже встает вместе с вами на работу. Вы идете пить чай, он вместе с вами. Ему нужна именно эта же комфорка. Вы идете в ванну, ему нужна тут же ванна. Вы берете газету, вам задают вопрос. Слушай, а вот мне нужно это объявление, дай почитаю. Ну, что это такое? Что это такое, да? Да. Это желание, может быть, просто повзаимодействовать? Конечно, конечно, зарядиться, дать себе какие-то расстановки на день, потому что он остается один, ему не с кем общаться. Поэтому главная проблема этого человека – отсутствие общения. Что делать? Что делать? Вы приходите домой, у вас, допустим, живет вместе с вами пожилой родственник. Считайте, что какое-то время вы еще на работе, потому что это труд. Взаимодействовать с такими людьми – это труд. У них начинаются сосудистые изменения. Если у кого-то был инсульт, то это тоже уже изменения личностные уже идут. То есть любые проблемы со здоровьем вызывают проблемы изменения личности человека. Вот так, что нужно делать? Одна из рекомендаций – включайте телевизор, выбирайте сериал, который более-менее вы можете смотреть, и начинайте обсуждать этот сериал. А ты видела? У нее такая юбка. А ты видела? Чтобы у человека создавалось ощущение того, что вот она жизнь, хотя бы вот здесь, на экране. У бабушки или у дедушки будет задание. Пока вас нет, этот человек будет смотреть сериал или с чем-то сравнивать что-то, что-то обсуждать. То есть мы о проблеме можем говорить в третьем лице. И, кстати, это также подходит и для подростков, и для детей, когда мы хотим обсудить какую-то тему, но напрямую не можем. Это же подходит и к пожилым людям. Это же политическая информация. То есть взяли статью в газете, обсудили и так далее и тому подобное. Можно периодически звонить и спрашивать. Ты поел? Ты попил? С пожилыми людьми лучше общаться через записки, а не через смски по телефону. То есть вы написали от руки записки крупными буквами. Макароны в холодильнике, сковорода под, не знаю, там, под зелёной крышкой. Что там? Суп на плите. Чтобы человек мог уже прийти, прочитать, и сколько хватает сил, внимания, памяти. Выполнить такие элементарные вещи, как, например, по самообслуживанию. Да. Лучше, конечно, не писать там перед частными оборотами что-нибудь покороче. Какие-нибудь такие очень простые формулировки должны быть. По возможности, если человек активный, да, то, конечно же, его не изолировать от общения с внуками, да, с другими родственниками. Потому что, мне кажется, это такого своего рода, да, пилюля, ну, такая, витамин, да. Потому что дети, они дают возможность увидеть через себя вот то, что жизнь продолжается. Дайте задание ему какому-то. Он будет рад заданию. Пусть даже бабушка будет ворчать или дедушка, но это для него задание. Он на самом деле может радоваться, потому что он чем-то нужен. Если начинает ворчать, прибираться, говорить, как ему тяжело, как он устал, это тоже форма взаимодействия. Конфликты вообще, они неизбежны. Вот бывает так, что он выходит на конфликт, вызывает на конфликт, всех завёл, все переругались, а ему хорошо. О, хорошо, помолодел на 10 лет. И говорят в простонародье типа вампиры. Ну, это, конечно, неправильно сказано. Это просто он почувствовал, этот человек, да, что сейчас он живёт. Потому что он может взаимодействовать вот в такой форме со всеми окружающими людьми. Притупляет сочувствие, если у него активно, долговременная память, он себя вспоминает молодым. А в наше-то время, то есть он себя вспоминает молодым, и у него это называется афилативная потребность. То есть потребность в понимании, в сочувствии, в признании, которая в большинстве случаев может быть неудовлетворена. Вот хоть что-то сделай, там, 500 массажей, 500 улыбок, человек никак, ему всё мало. Почему? Потому что он помнит себя молодым, активным, на коне, а сейчас он не может адаптироваться. Так только единственное, что общение, взаимодействие, выводить его куда-то в город, выводить на какие-то концерты. Нет, я не пойду, мы можем встретить такую протестную реакцию. Я не пойду, я не хочу. Почему это всё? Мне это не надо. Это может быть, с одной стороны, и кокетство, и страх. Но если проработать эту ситуацию, то, конечно, можно найти варианты. Здесь самое главное в бесконфликтном взаимодействии, вот, пять компонентов. Первое, это, конечно, конгентивное, то есть то, что я говорила, это их знание, знание об этой ситуации, знание себя, знание своего близкого человека пожилого, знание, куда его повести, знание, то есть нужно прозонтировать ситуацию, представить несколько вариантов. И тебе надо признаться, что да, вот мои родители там, да, дожили до такого времени, когда они сейчас будут нуждаться в моей помощи больше, чем я нуждаюсь, например, у кого вы в помощи. Да, и это нужно принять, это нужно принять. Это тоже, кстати, очень сложная такая, да, сложный процесс принятия, потому что мы же всё время дети, да, и как говорят, что вы будете детьми до тех пор, пока живы ваши родители, да? Да, это нужно принять. А тут вдруг родители превращаются в детей, и мы меняемся ролями. Да, да, но они также могут быть беспомощными и в то же время командовать. Ты не так посадила лук, ты не так там сделала то-то, или ты правильно прибил гвоздь, посмотри, как у тебя шторы отвалились, а ты одела бельё, там тёплое, пошла на улицу, и людей, которым там 60 лет, они говорят, ну слушай, уже сама на пенсии, ну что ж ты мне такие слова говоришь? А скажите, пожалуйста, вот, а каким образом можно разворачивать пожилых людей в свою сторону, чтобы вот их, чтобы вот эти моменты инфантилизации, да, как можно дольше отложить? Да, я бы хотела дальше продолжить вот эти особенности, то есть я бы хотела обратить внимание на ценностные установки, то есть важно внутри понимать, что ваш родственник, он ценен для вас, он вас родил, вот, поэтому это один из факторов бесконфликтного взаимодействия. Далее, конечно, юмор, разговоры в третьем лице, то есть для того, чтобы искать какие-то позитивные моменты, но здесь важно, что отметить, вот если у человека активно, вот там есть префронтальная зона в коре головного мозга, вот если активно там одна зона с негативным фоном, ну что здесь делаешь, он будет всё время ворчать, вот, знаете, такое бывает, патологические ворчуны, ворчит, ворчит, и всё не так, и это не так, и суп невкусный, посолили суп, суп пересолили, насоли сам, что ты мне сам даёшь эту соль, вот найдётся миллион всяческих вещей. Ну мы это должны просто понимать, что это особенность, да, вот именно такой процесс старения этого человека, да? Да, то есть это понимание, то есть, пожалуйста, когнитивное. И не начинать заниматься самоедством, да, вот этим? То есть что-то я делаю не так, что-то... То есть знания, ценности. Следующее, мы говорим также о воле, то есть нужно себя уметь сдерживать. А воля когда у нас формируется? В детстве формируется, поэтому всё с детства. Если у человека слабо выражена воля, то он маловероятно будет стремиться к бесконфликтному взаимодействию. Это особенности личности уже, да. И если личность трудно поддаётся психологической коррекции после 55 лет, а пожилые родители, нет, родители в возрасте старости и пожилые дети, то это, конечно, очень гремучая смесь. Конфликтогенная, я бы так сказала. Очень, да. Важно понимать. Следующее, поведенческое. Важно знать, какие модели поведения возможны. Нельзя драться, нельзя обижать пожилого человека, стукать его там, унижать. Унижать, оскорблять. Унижать. Это неприемлемо. Игнорировать его потребности. Слова. И следующее, конечно, рефлексивно, последнее, пятое, это мы говорим о самоанализе. Как я себя повёл в данной ситуации, чтобы, допустим, ой, я вспылил. Можно извиниться, а можно игнорировать, сам виноват. Ну, зачем, да, зачем обижать своего возрастного человека, да. Вот так вот, пожалуйста. Поэтому, конечно, это внутренняя организация, понимание того, что старость неизбежна. И если нам повезёт, мы доживём до старости. Надеюсь, надеюсь. Очень хочется пожелать всем слушателям тоже такой, причём активной старости, знаете. Хочется, чтобы она была яркой, несмотря ни на что. Хочется, чтобы она была такой продуктивной. Я слышала такие истории. И надеемся, что сегодня наша программа «Практическая психология», где мы говорили об ответственных детях, взрослых родителей, кто услышал, будет полезно, и вы примите это к сведению. Елена, спасибо большое. Ну, а я, наверное, в завершение зачитаю. Ты спрашиваешь меня, каков самый долгий срок жизни? Жить, пока не достигнешь мудрости. Не самой дальней, но самой великой цели. Тут уж может смело хвалиться и благодарить богов или богов, и пребывать среди них, ставить в заслугу себе и природе то, что ты просто был. Так вот, когда ты просто был, это тоже целый процесс. И поэтому мы помним о том, что каждому из нас, дай бог, прожить старость яркую, увлекательную, интересную. Спасибо большое. Сегодня у нас был практический психолог Елена Емельянова, и мы еще раз говорили об ответственных детях и взрослых родителей. Всего доброго. До встречи. Всего доброго.